Взятие Москвы в самом начале военных действий была одной из важнейших задач для фашистских войск. Военно-воздушная оборона столицы тогда сыграла решающую роль. Почтить память павших и еще раз напомнить молодому поколению о страшных годах истории нашей страны собрались несколько десятков человек. Каждый держал в руках гвоздики, как символ памяти и скорби. Вспоминали о событиях тех лет и о людях той поры. Все зенитчики были в лагерях, их быстренько отозвали всех и расставили на те места, где они должны вести свои боевые действия. Летчики тоже. Было в два раза увеличено количество авиации и истребительной для того, чтобы все-таки столицу нашей Родины защитить. Зенитные войска стояли на территории около города Видное, защищая подходы к Москве. Именно в период с 21 на 22 июля более пяти часов продолжалась массированная атака немецко-фашистских. Захватчиков именно авиации, более 220 самолетов пытались прорвать оборону Москвы. И вы все знаете, что по территории Теплого Стана, значит, до деревни острова проходила, значит, и наземная, и воздушная оборона. Минимум 22 самолета именно нашими солдатами, нашими зенитчиками, нашими летчиками были сбиты. В 2010 году в Дань памяти тем страшным событиям и был установлен этот памятник. Это зенитное орудие реально принимало участие как раз в тех сражениях 41-го года. Оно было отреставрировано и в честь наших воинов-победителей было установлено именно здесь, на проспекте Ленинского комсомола. Почтив минуты молчания всех павших, каждый пришедший возложил алые гвоздики к памятнику в честь памяти героев, участников зенитно-воздушной обороны Москвы. Екатерина Чернышова, Владимир Бижонов, Видное ТВ.